Каждый год, 3-й вторник ноября, праздник Бажаля-Нуво, молодого вина, производимого в регионе Бажаля, двумя тысячами виноделов. Один из них – Сильван Донжон. В его распоряжении 6 гектаров виноградников неподалеку от местечка Бажо, расположенного в самом центре знаменитого винного региона. За несколько дней традиционного праздника Сильван намерен продать все 1200 бутылок молодого вина, свежего урожая. Бизнес идет весьма успешно. За последние 50 лет цифры продаж выросли в среднем здесь в 40 раз. Это очень легкое вино, очень приятное. Одна из визитных карточек Франции. За границей Бажаля-Нуво пользуется огромной популярностью. В продажу там поступили миллионы бутылок и поступят еще. Люди ждут этого дня как особенного события. Насыщенный рубиновый цвет, вишневые, красно-смородиновые и малиновые ноты. Крепость 12 градусов. В этом году около 40% Бажаля-Нуво в абсолютных цифрах 11 миллионов бутылок отправят на экспорт. Это вино очень ценен в Соединенных Штатах. Такого рода продукт весьма популярен на американском рынке. Он очень отличается от того, что производят виноделы в Калифорнии. Там вина в основном довольно терпкие, темные и немного сладковатые. Если во Франции бутылка Бажаля уходит по цене от 2 до 10 евро, то в некоторых странах покупатели готовы платить более значительные суммы. Например, в Японии 25 евро за бутылку. Там Бажаля считается брендом класса люкс. Часть коммерческого успеха, конечно же, в удачном маркетинге. Праздник молодого вина превращен французскими производителями в своего рода международный аттракцион. Пик продаж приходится на первую неделю, потом с реализацией сложней. Можно сказать, мы оказались заложниками собственной маркетинговой стратегии. Потребителям кажется, если ты не выпил Бажаля в нужное время, потом его пить уже не стоит. В этом году, как уверяют знатоки, Бажаля Нуво должно получиться чуть менее кислым и более мягким, чем в прошлом. Спасибо. 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 Спасибо.